Всем добрый вечер. Четверг, 8 часов вечера. У нас на час двинулась сетка вещаний, так что отныне мы встречаемся с вами не в 9, а в 8. С вами Искусство Возможного, я и ведущий Сергей Ильин. И сегодня у нас в гостях политолог Станислав Белковский. Добрый вечер, Станислав Александрович. Добрый вечер, Сергей. Я напомню, что тема, которую мы сегодня обсуждаем, политика и юмор. Юмор, политика, власть, политики в юморе. Я открою небольшой секрет. Первоначально я предполагал позвать кого-нибудь из известных юмористов, но выяснил, что юмористы совершенно не горят желанием выступать по политической тематике и даже несколько напрягаются. Более того, один очень известный юморист, уже не буду называть его имени, свой отказ мотивировал, причем вполне конкретно. Завете Шат с Лазаревой, им терять нечего, а мне как раз очень даже есть чего терять. В результате на днях я посетил презентацию очередного, спустя 10 лет, доклада Станислава Белковского про власть и олигархию. Об этом мы поговорим чуть попозже. И он любезно согласился пообщаться со мной на юмористическую тему. Я посчитаю, что это решение хорошее и правильное, потому что господин Белковский, вне всяких сомнений, один из самых остроумных и парадоксальных деятелей отечественной политологии. Спасибо большое за 100 лестных актеристик. Ну, я ведущий добрый. Собственно, первый вопрос. Вот именно связан, пожалуй, что с юмористами? А что, теперь в политику рекомендуется не соваться не только бизнесу и олигархам, но и, скажем, юмористам и сатирикам? Или, условно говоря, заведомо юмористом-охранителем, например, Владимир Натанович Винокур, который был доверенным лицом Путина на выборах президента страны в прошлом году. То есть это можно, а вот всякие шаги влево, шаги вправо интерпретируются как попытка бедства? Ну, Владимир Натанович Винокур не юморист, а актер. Актеру все равно, что играть. Мне он бы представлялся юмористом. Да, ну, может, он короля Лера сыграет когда-нибудь в ближайшем будущем. Конечно. Мне кажется, это будет очень пикантно, особенно на приеме в честь годовщины чего-нибудь там типа Единая Россия. Нет, мне кажется, ничего никому не рекомендовано, и даже шатсу с Лазаревой, которых я хорошо лично знаю, есть чего терять. Ну, как я понял, они уже кое-что потеряли буквально. Да, да, да. Ну, еще осталось, ничего. Дай бог. Нет, поэтому это... Я не вижу никакой опасности репрессий, собственно, хотя я не профессиональный юморист, поэтому, может быть, заступаю на чужое поле, я юморист-любитель от Политовы. Понимаю. Вот, но я не считаю... Я считаю, что масштаб репрессий несколько преувеличен, но связан с взаимной завистью и ревностью коллег по цеху, которые изыскивают все новые и новые способы подсидеть других юмористов, может быть, более талантливых и успешных, чем они сами. Я могу попросить дать какие-то уточнения или имущий уши да услышит? Нет, ну, я не... Так сказать, я просто думаю, что вот вся эта среда, она варясь в собственном соку, постоянно пытается кого-то исторнуть из себя, и любая политическая нелояльность используется для того, чтобы людей выпереть с телевидения куда-нибудь в более маргинальные медиасреды. Ну, в общем, да, телевизор маленьких на всех не хватит, если я правильно понимаю, да? Вы помните шутку, почему нельзя поделить все на всех? Потому что всего мало, а всех много. А, ну, разумеется. Тогда у меня... Следующий вопрос. Вот все-таки год назад лично Владимир Владимирович сказал, что будем закручивать гайки. Все решили, что он, как обычно... Ну, не как обычно, но пошутил. Вот. Потом вроде как какой-то закрученный гайк действительно произошло. Так мы уже с вами на эту тему беседовали, но я бы хотел к этому вопросу вернуться. Вот, грубо говоря, то ли это действительно личная позиция главы государства, то ли это, условно говоря, доброго Суркова в АП сменил менее добрый Володин, то ли на самом деле все это опять-таки преувеличено, и люди просто с превеликим удовольствием грызутся между собой. Да, люди с превеликим удовольствием грызутся между собой. Все это сильно преувеличено. Я лично на себе никого закручениями гайок не чувствую, тем более остаюсь при своем мнении, что нельзя закрутить гайки, когда уже сорвана резьба. Это несколько противоречит технологическим законам. А то, что происходит в позиции Владимира Владимировича, мне кажется, сводится к следующему, что, ну, сколько можно, да, я дал вам столько возможностей меня мочить, что давайте мы хотя бы регламентируем это мочилово. Я, например, не мешаю вам получать деньги из-за границы, но хотя бы скажите об этом, как порядочные люди. Что вы как не родные? Вот это «что вы как не родные» и есть неформальный слоган всей компании так называемого закручивания гайок, которого на самом деле нет. Нет, подождите. Другое дело, что это так воспринимается, потому что это классический симптом перестройки. В данном случае перестройки 2. Что, чтобы власть не сделала, она делает плохо. Вот отпустили, например, Алексея Козлова или сократили... Подождите, а отпустили Алексея Козлова, это хорошо или плохо? Я сразу запутался. Это хорошо. Или сократили Ходорковскому на 2 года срок заключения. Превосходно. Кто-нибудь похвалил Владимира Владимировича за это? Гробовая тишина, гробовая абсолютно. А вот, так сказать, наступили на ногу какому-нибудь активисту в «Тьму таракани», вот это репрессии кровавые не по-детски пошли. — Понимаю, о чем вы, понимаю. Страшнее кошки-звери нет. Коль скоро мы загорели о фигуре Суркова, то нам, наверное, явно стоит вернуться к недавнему докладу нашего гостя, где уважаемый Владислав Юрьевич стал одним из ключевых персонажей. При этом, как я понял, читая доклад, в нем ему сулят различного рода весьма серьезные неприятности. Вот неужели недавний руководитель всей внутренней политики страны будут обвинять в финансовой поддержке оппозиции, вплоть до, скажем так, юридических действий, которые в вашем докладе предусмотрены? — Ну, я не сказал бы, что сулят ему что-нибудь. Я сказал, что такой риск существует, хотя все равно все зависит от Владимира Владимировича. Я не уверен, что Путин даст отмашку на преследование Суркова. Но факт остается фактом, что Виктор Виксельберг, глава фонда Сколкова, насколько мне известно, дал показания против Суркова, сказав, что сакраментальные 750 тысяч долларов, полученные депутатом Ильей Пономаревым от «Справедливой России», одним из организаторов массовых протестных акций на Болотной площади и проспекте Сахарова, были выделены под жестким давлением Суркова, при этом Сурков запретил Виксельбергу спрашивать, куда идут деньги. Этого достаточно, чтобы предъявить Суркову обвинение в превышении полномочий. А будет оно предъявлено или нет, это вопрос Путина, а не следствия. Но следствие к этому полностью готово. Вот что я констатировал, более ничего. Это нам знакомо. Я напомню, что отставки Владислава Юрьевича предшествовал как раз, по крайней мере, официальной отставки, как раз пикировка со Следственного комитета. Так что у них, видимо, на него определенный зуб. Как вы думаете, а что, вот все действительно так, как рассказывает Виксельберг, по вашим ощущениям? По моим ощущениям, нет. Нет, просто, простите, я вас перебью. Если бы мне кто-то лет пять назад сказал, что Сурков поддерживает даже не оппозицию, а справедливую Россию, Пономарев напоминает депутата справедливой России, я бы очень искренне удивился. Мое мнение, я ни на чем не настаиваю, анализ моей ситуации, сбор информации показывает следующее, что Пономарева Сурков поддерживал не в качестве, не только не поддерживал ни как внесистемного оппозиционера, ни даже как депутата справедливой России. Вообще не поддерживал. Он поддерживал его, как человека, который положил большие силы, приложил большие усилия к тому, чтобы вовлечь всяких иностранных чуваков, включая MIT, Массачусетский технологический институт, в Сколково. И поскольку Пономарева причитали за это определенные деньги, то Сурков и выбил их из Виксельберга. Эти деньги не пошли ни на справедливую Россию, они не пошли тем более на болотную площадь проспект Сахарова, потому что я более или менее представляю, не знаю точно, поскольку я не входил ни в какие комитеты этих действий, но примерно представляю, как финансировались эти акции, и денег, выделенных Сколково-Пономарева, там не замечено. Другое дело, что ты использовал сначала для отставки Суркова, и дальше может быть использован для предъявления ему обвинения. То есть правильно ли я понимаю, что Сурков вообще, говорю, хотел как лучше, а получилось в самом худшем виде, как всегда. То есть он честно хотел, чтобы действительно в Сколково приехали иностранные резиденты многочисленные, чтобы повысилась капитализация Сколково, но в результате просто этот пасьянс, он проиграл вчистую. Ну, Сурков же не предполагал, что его уволят. У него за 12 лет работы во властных структурах сложилось ощущение полной собственной аппаратной неприкосновенности, поэтому, будучи человеком темпераментным, как мы знаем, кавказского происхождения, он иногда позволял себе обращаться с людьми не так, как они того от него ожидали. И как только его уволили, эти люди позволили себе на нем оттоптаться, и Виктор Феликсович Виксельберг не исключением. А, то есть у него тоже был какой-то зуб, судя по всему? Ну, потому что все, кто подчинялся, кто находился к Суркову по отношению к Суркову в подчиненном, в зависимом положении, они испытывали на себе некоторые негативные воздействия его темперамента время от времени. И, конечно, это накапливалось. Вот это меня, на самом деле, в очередной раз удивляет, потому что мне говорят, что Сурков это такой... Возвращаясь к теме нашей передачи «Юмор и политики», очень такой самоироничный, интеллигентный человек, который первое впечатление на людей оказывает безумно хорошее. У него, на мой взгляд, две фазы, два лика. Один самый ироничный и интеллектуальный, а другой, когда он, так сказать... И что, второй бывает чаще, скажем так? Ну, я не берусь об этом судить, я не близко знаком с Владислав Юрьевичем, но, судя по реакции некоторых людей, которые после его отставки вдруг неожиданно осознали, что главным несчастьем их жизни был Владислав Юрьевич, это так. Я к этим людям не отношусь, потому что я, Владислав Юрьевич, никогда не был ни моим начальником, ни моим другом. Если я правильно понимаю, у вас вообще не идеальные заученные отношения. Они, может быть, не идеальные, но я, скорее, лучше стал к нему относиться после отставки. Понимаю вас. А многие хуй. Неожиданно. Так нет, ну как? Деньги есть Иван Иванович, как вы помните. У меня такое ощущение, что что-то очень много савлов превратилось в павлов. Я так почитываю. И чуть мастер, через месяц будет что-то еще более интересное. Ну что делаешь? Вот такие законы, понимаете. Ну и с другой стороны, в конце концов, Владислав Юрьевич все-таки сам во многом все это дело конструировал. Сейчас ему, судя по всему, если не считать Следственного комитета, есть крайне малоприятные возможности испытать на себе самому, как оно все происходит с другими. Ну конечно. Но, собственно, он не случайно поехал к Рамзану Ахматовичу Кадырову в гости сразу после отставки, давая понять, что Рамзан Ахматович лучше чего его защитит. И Рамзан Ахматович может его защитить. Такие возможности у главы Чечни есть. Другое дело, захочет ли он ими воспользоваться. Потому что одно дело по-восточному поизбыточествовать патокой в отношении старого приятеля. Другое дело, в решающий момент действительно... Предоставить политическое убежище, грубо говоря. ...положить живот за други своя. Потому что уже таким же образом Рамзан Ахматович спасал от отставки Юрия Михайловича Лужкова. Он вошел на московский рынок под гарантией того, что Лужкова никогда не снимут. Но когда Лужкова сняли, Рамзан Ахматович, в общем, сделал вид, что он здесь ни при чем. Ну, как это оно обычно и делается. Слушайте, раз уж мы упомянули Юрия Михайловича Лужкова, вот опять-таки, мы обсуждаем тему юмора. Юрий Михайлович ослабился не только кипучестью, но и некоторым остроумием. Кипучесть со словом кепковым? Кепучесть. И то, и другое. Вот. То есть это, собственно, тема, которая собиралась перейти. Но вот одновременно и веселый, и смешной политик, который, как мне кажется, в 90-е, в общем-то, даже не вызывал особо сильно аллергии. Аллергии начинались уже где-то в нулевые. Вот насколько интересно было это явление? И может ли оно вернуться или где-то там реплицироваться, не в его лице, а кого-то еще? Вот персона Лужкова, типаж, образ, если угодно. Причем супругу тут можно даже не трогать. Нет, супругу он совершенно не смеется трогать, тем более это прерогатив Юрия Михайловича. Да. В нашем моногамном обществе. Истина так. Я думаю, что такой типаж, как Юрий Михайлович, может сформироваться только там и тогда, когда лидер его уровня чувствует себя абсолютно самостоятельным, как минимум на ментальном уровне, на психологическом уровне. Лужков сформировался в 90-е годы, когда он де-факто никому не подчинялся. Да, несомненно. Ну, то есть он мог подрогать Ельцину, мог подрогать оппонентам Ельцина, но все решения принимал он сам, и он чувствовал себя раскованным. Когда человек жестко встроен в вертикаль, и вытягивается под эту вертикаль, и смотрит, поднимает глаза вверх, когда он чувствует себя зависимым от какой-то внешней силы, он уже не может быть расслаблен настолько, чтобы безнаказанно шутить и безнаказанно быть весел. То есть, правильно ли я понимаю, что Лужков не просто начал портиться, условно говоря, где-то в 2002 году, а он еще и портился потому, что он угодил в вертикаль власти. И причем угодил после прохрустного ложа, позвольте себе напомнить. То есть ему сначала объяснили, как надо, потом отстроили от вертикали власти, а потом строили обратно, условно говоря. Не как мэра, а как... То есть ему объяснили, почему он не должен быть ни президентом, ни премьером. Ну да, и объяснили довольно жестко. На полномочия мэра Москвы, собственно, никто не покушался. И на прерогативы. Скорее, Лужков помрачнел, потому что он впервые в жизни столкнулся с серьезной политической неудачей. Ведь я знаю многих политиков. Я знаю, что когда политика идет от победы к победе на протяжении длительного периода времени, например, 10 лет, у него пропадает чувство реальности. Он думает, что так будет всегда. Я понимаю, о чем я. А когда политика прикладывает морды об стол на ровном месте, и от президентских его амбиций ничего не остается в течение трех месяцев, то, конечно, это серьезно сказалось на психологическом состоянии Юрия Михайловича и сделало его чуть более грустным. Ну, тем более, что годы. Да, годы берут свое. Елена Николаевна Батурина берет свое. Хотя мы договорились, ее не трогать мы ее не трогаем. Мы просто констатируем факт. И поэтому в первом десятилетии 21 века Лужков помрачнел. И мрачнел, мрачнел до состояния полного умопомрачнения, когда уже, наконец, Дмитрий Анатольевич Медведев торжественно его уволил. Слушайте, а вот на самом деле, эта история, конечно, торжественна, но она имела характер какого-то совершеннейшего, я бы сказал, трагефар. С одной стороны, адыкий король Лир, который, правда, подвергает очень слабым процедурам, именно снимается с поста мэра. Вот. С другой стороны, человек, который тогда занимал кресло президента, ну, по крайней мере, лично Лужков явно не чувствовал себя его подчиненным, ну, за что, собственно, и поплатился. А что это вообще было? То есть просто, грубо говоря, волонтаристское решение Медведев, которому просто надоел Лужков, который не делал должных реверансов по отношению к главе государства. Это, как говорил все время по аналогичному поводу Борис Абрамович Березовский, на непокойной сакральной жертвы. Нужно было кого-то замочить, чтобы утвердиться в роли президента. Нет, ну, он же там понаснимал всех этих баев из Татарстана и Башкортостана, уволил там какое-то безумное количество генералов в различных родоведомствах. Но все-таки Лужков был самым аппетитным куском в этом бассейне. Ну, такой вкусен. Тем более представители окружения Владимира Путина гарантировали Лужкову, что его не снимут. Именно поэтому Юрий Михайлович так уверенно, скажем так, если не сказать, нагло велся до последнего дня. Нагловато. Он же отказался писать заявление, когда его вызвали как руководителя администрации тогдашнего президента, ныне спикера Госдумы Сергея Нарышкина, и попросили уйти по-хорошему. Он уйти по-хорошему отказался. В результате возник указ об отставке в связи с утратой доверия, подписанный Дмитрием Медведевым, как вы помните, в Китае. Совершенно справедливо. То есть это было шкандали, еще раз шкандаль, сколько я помню. И просто текст был такой, которых, ну скажем так, которых за 12 или сколько тогда лет Путина ничего подобного не было. Да, конечно. Насколько я помню. То есть даже борьба с вот этими самыми ОВР происходила все-таки чуть более келейно, насколько я помню. Ну, собственно, ее ОВР была поглощена, и слита с единства во многом стала главнее единства. Потому что больше. Потому что, на самом деле, руководят фракции Единой России во многом выходцы из ОВР, а не из единства. Понятно, о чем вы говорите. Так, я хотел, на самом деле, раз уж мы заговорили о Лужкове, поговорить вообще о теме грядущих московских выборов. Лужкова там, как я понимаю, не будет, да? Ну, в качестве кандидата, я думаю, нет, а как человека, который находится в неформальном альянсе с Михаилом Прохоровым, да. Ну, вообще, на самом деле, тема юмора и политика без обсуждения фигуры, не побоюсь этого слова фигуры, господина Прохорова была бы абсолютно неполной. Но дело в том, что сейчас мы подходим к очень короткому перерыву. Я напомню, что это программа «Искусство возможного», и я, ее ведущий Сергей Ильин, беседую с политологом Станиславом Белковским. Мы обсуждаем тему юмора и политика, хотя, конечно, допустили некоторые шатания, но, в общем-то, генеральной линии, если я ничего не путаю, по-прежнему придерживаемся. Наш телефон в студии 8-4-9-5-6-5-10-99, мы вернемся в эфир примерно через полторы-две минуты, и я надеюсь, что у нас в эфире появится гость, телефонный гость, это поэт Всеволод Емелин, всем известный своими политическими сатирами, что как бы полностью попадает под тему передачи. Перерыв. Что сейчас происходит в Москве. Потому что, смотрите, у нас был практически вечный, наверное, Лужков, да? Он сидел на своем посту какое-то безумное количество времени. Вот, потом появился Собянин, который во всех смыслах позиционируется, ну, по большому счету, не как отец всех москвичей, а скорее как федеральный чиновник, которого посадили, чтобы он это самая воля государева. Да, конечно, так изначально и было. Вот. Ну, по всем признакам получается, что отставка это просто стандартный вариант, давайте-ка мы сделаем досрочные выборы, поскольку нам это сейчас лучше. А почему нам это лучше? Это не уверено в себе, мне кажется, Сергей Семенович не уверен, что он выиграет выборы в 2015 году, и это очень хорошо. Это значит, что тенденции разрыва между действующей властью и активной частью россиян, и особенно москвичей, осознаются Собянином и Кремлем, который одобрил это решение, достаточно трезво. А почему в 2015-м у меня будет шансов меньше? Потому что недовольство властью со стороны активной части населения России нарастает и нарастает, этот процесс необратим, ибо президент Владимир Путин превратился в надоевшего мужа для этой части населения России. Сколько бы букетов он не преподнес, сколько бы комплиментов не сказал, это уже не работает. А, и Собянин, вы хотите сказать, в отличие от Лужкова, как-то отпозиционирует, что вот они там сами по себе в Кремле, а я там сам по себе не может ни под каким видом? Ну, конечно, нет, и поэтому ему нужно побыстрее переизбраться, не оставив шансов никому, особенно семейству Прохоров. Что это вообще за история семейства? То есть, почему человек, который собирался баллотироваться в мэры Москвы, ой, в президенты России, сейчас вместо себя предлагает свою сестру, которая сроду не занималась политикой как таковой? Это лучшее из его решений за всю его недолгую политическую карьеру. Формально оно связано с тем, что у Михаила Прохорова оформлены на него лично иностранные активы, что запрещено. То есть, он иностранный агент, страшно сказать? Да мы все иностранные агенты, чего уж там скрывать. Да, у меня дома лежит 300 долларов. Вот я сейчас учредил фонд Санислава Белковского, сокращенный ФСБ, он будет регистрироваться в качестве иностранного агента. Вот доклад государства олигархия 10 лет спустя, где вы были, на презентации, который вы были, уже был представлен от имени ФСБ. И ФСБ, конечно, будет регистрироваться как иностранный агент, получающий деньги из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. А где там деньги? Особенно в Приднестровье и особенно в Южной Осетии. А нам много не надо. Но не до такой же степени. Нет, ну что. Скромность, скромность и еще раз скромность. Аскетизм. То есть, преимущество любого политолога. Поэтому Михаил Прохоров будет человеком нерешительным, неуверенным в себе, достаточно нескладноговорящим и с трудом помещающимся в камеру, но, к счастью, пока не в ту, о которой все подумали. Выдвинул вместо себя человека гораздо более уверенного в себе, хорошо говорящего, образованного, обаятельного своей сестру Ирины Дмитриевны Прохорову, которая, как я понимаю, руководила им последние лет 45 его общественно-политической деятельностью. А самому Михаилу Дмитриевичу я бы посоветовал возглавить штаб Ирины Дмитриевны и тем самым закольцевать эту схему, показав избирателю, что он тоже при деле. И он, в общем, не стоит в стороне от процесса, а просто по причине того, что у него много баскетбольных клубов и всякой прочей ерунды за границей, вынужден пока скромно постоять руководителем штаба и использовать свои уникальные менеджерские данные, которые, как мы верим, существуют. — Слушайте, но на самом деле, насколько я помню, Прохоров-то на президентских выборах получил какие-то довольно приличные результаты, при том, что и кампания у него была, мягко говоря, не идеальна, и подмачивали достаточно активно, более активно, чем это можно было ожидать. — Ну это же от противного, то есть за Прохова голосовали все. — Это чисто протестный электорат, как справедливая Россия, наверное, на выборах. — Да, которому доели все остальные кандидаты, голосовали за Прохова, и в этом смысле, чем больше он молчал, тем больше шансов у него было выиграть. Здесь так не пройдет, потому что здесь надо что-то говорить. — То есть вы хотели сказать, что на президентских можно особо не говорить, а на мэрских нужно говорить? — А на президентских не было никакой амбициозной задачи. Было ясно, что Прохоров приходит во второй тур, было ясно, что он получит немного, и весь вопрос стоял в том, чтобы опередить Жириновского. И вот за счет гробового молчания, молчания сфинкса или ягнят, Михаил Дмитриевич Прохоров и занял третье место, обойдя Жириновского. А сейчас все-таки нужен более пассионарный заход, и я думаю, что Ирина Дмитриевна Прохорова сможет его реализовать. — Понятно. Так, слушайте, а вообще мы сейчас можем хоть как-то попытаться предсказать итоги выборов? Или, условно говоря, Собянин набирает там свои 65%, и Прохоровы набирают на двоих, условно говоря, процентов 15, если сильно повезет. — Если Прохоровы станут единым коллективным кандидатом от всей оппозиции, если, господа Митрохин, Митволи и прочие, в конечном счете снимутся в их пользу, то может быть результат, скажем, 55 на 42 в пользу Собянина, что является колоссальным успехом оппозиции и прекрасным плацдармом для того, чтобы Прохоровы и сочувствующие переползли на выборы в Мосгордуму с достаточно выигрышной позиции. — Ну, погодите, 42 — возможный результат Ирины Прохоровой? — Да, конечно. — То есть, ну... — При условии, что вся оппозиционная поддержка будет консолидирована вокруг нее. Если будет 125 оппозиционных кандидатов, как всегда, то, конечно, этот результат нереальный. — Так она же, по-моему, не имеет никакого отношения вообще ко всем этим болотным делам, если я ничего не буду, по крайней мере, официально. — Поимеет. Как? Сразу все болотный профи вспомнит, что Ирина Прохорова и есть ее муза. — Ну, как так может быть? Вот у них, грубо говоря, Навальный, Собчак и Удальцов, а тут какая-то Прохорова, понимаешь? — Ну, подождите, Собчак не будет участвовать. Навальный будет в это время бродить в Кировском лесу. У Дальцов хорошо, если не переместиться из-под домашнего ареста под гостевой. — Вы же оптимисты. — Знаете, что такое оптимист? — Хорошо инструктированный пессимист. — А пессимист — это хорошо информированный пессимист. — Да-да-да, это я знаю. — Слушайте, ну смешно как-то, с другой стороны. — Мы в нашей передаче «Юмор и политика» нам в этом смешно. — Нет, мы смеемся, потому что нам весело, как говорят некоторые юмористы, которые уже немного говорят. — Не могут пошутить никак. — Да-да-да. Пошутыли и хватит, что называется. — Нет, я считаю, что сегодня, как раз, им нужна свежая фигура. Потому что не свежие фигуры, как и Ситрина из «Мастера Маргариты», немножко поднадоели. А вот введение свежей фигуры, которая что-то может, а Ирина Прохорова, безусловно, может. Мы эту историю недолгих публичных выступлений видели. Она может серьезно перевернуть шахматную доску и вштырить не по-детски. — Погодите, но если я правильно понимаю, Прохорова большой специалист, грубо говоря, по решению кулуарных вопросов. Но как публичная медийная фигура она как-то не очень. — Нет, ну, мы помним полемику с Никитой Михалковым во время президентской кампании Михаила Дмитриевича. Это был очень успешный опыт. — Это, кстати, мягко говоря, непросто. — Да, она полностью забила Никиту Сергеевича, который просто не ожидал такого сопротивления. — А также джентльмен. — Ну, джентльменом он является только тогда, когда его не обижают. Поэтому, во всех смыслах. Поэтому, нет, здесь, как раз, это очень удачное решение. Потому что нужны новые фигуры, нужны фигуры, как говорил Чехов, весьма перпендикулярные. То есть неожиданные фигуры нужны, потому что ожиданные фигуры уже достали и встали поперек города. — Нет, ну я, собственно, когда узнал об этом решении, просто начал тупо чесать в репе и говорить, что эта самая картина мира трещит вместе с шаблонами. — Так вот она и должна трясаться вместе с шаблонами. Это является целью. Потому что если все будет по шаблону, то Собянин побеждает в одни ворота, а вся шушера, типа, так сказать, представителей Яблока и прочих деятелей, вылетает в трубу с традиционно довольным выражением лица, получив небольшие подачки от Собянина за то, что они в очередной раз сыграли роль статистов и клонов. — Ну, Яблоко вообще надо отдать должное долголетие этой партии, потому что, если я правильно понимаю, они там не в обиду им будут сказаны, этого я просто констатирую, как мне кажется. Они то ли постоянно в эту трубу попадают, то ли постоянно в ней пребывают, но при этом же живы курилки. Как это может быть? — Ну, это механизм консервации, собственно, они давно находятся в нафтолине, в формолине, в чем там еще, и не химик, формальдегиде, и это самое стабильное состояние. Вообще самое стабильное состояние — на кладбище. Вот на кладбище Яблоко и находится, время от времени могильный камень отодвигают и говорят... — Зомби-апокалипсис. — Да, поди, 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 поди сюда. И, так сказать, специальные колдуны Вуду их направляют на выборы, где не получают свои жалкие доли процента, и после чего они снова возвращаются в политическую могилу под бой и плачу полномочных помощников убедившей стороны. — Вот какой вопрос. Ну, с Яблоком и с господином Прохоровым все более-менее понятно, но давайте взглянем на ситуацию более глобально. У нас есть веселый, Михаил Дмитриевич, у нас есть веселая партия Яблока, причем такая веселая, что... — Ну, Михаил Дмитриевич, скорее, из-за печального образа. Хотя, из-за печального образа может тоже выглядеть смешно. — Ну, собственно, насколько я помню, так я хоть примерно на эту тему и написал. — Направьте меня, если я ошибаюсь. Вот. А вообще, политическая и общественная жизнь нашей страны. Целый ряд наших общих знакомых, иначе как цирком, все это просто не называют. Причем независимо от того, о чем конкретно идет речь. Москва, центр Москвы, Питер, еще что-то. Вот насколько общественная жизнь нашей страны перекликается с сатирой и юмором? Или, условно говоря, там действительно сплошной юмор, а также сатира? — Это не цирк, а скорее балаган. Потому что цирк все-таки предполагает определенное количество профессиональных навыков. А здесь ситуация идет в разнос и становится смешной, независимо от наличия этих профессиональных навыков. — То есть, правильно ли я понимаю, что мы сейчас никой образом не выделяем никого, не по персонам, по лагерям, просто мелохолически констатируем, что и, так сказать, фронтмены и шоумены в политике, и второй и третий эшелоны — это, в принципе, тот самый балаган и есть. — Ну, конечно, потому что, например, это касается и власти, и оппозиции. Понимаете, если власть занимается исключительно тем, кто украл азербайджанские голоса на Евровидении, это важнейший внешнеполитический вопрос России. — Азербайджанские, по-моему. — Да, а оппозиция отвечает ей вопросом на вопрос, почему профессор Гуриев уехал в Париж. — И что он там делает? — Если это в 1937 году, то это такой, в общем, они квиты. Это такой многосторонний, всесторонний балаган. — Слушайте, Станислав Александрович, вы все знаете. А почему профессор Гуриев уехал в Париж? Это смешно или не смешно? Потому что я, как вы догадаетесь, слышал две версии. Охранители говорят, что подумаешь, к жене уехала, жена давно уехала, и что это за два экономиста, которые там круче всей экономической науки всей России? Вот, соответственно, со своей стороны представители либерального крыла говорят, да вы что, вот все, российская экономика разбита в пух и прах, причем известно почему. И почему, главное, собрались сажать? Что за новости? — Я думаю, что никто не собирался Гуриева сажать. — То есть все разговоры про следственный комитет — это максимум свидетель? — Ну, так, собственно, ему дали уехать, но чего нет подписки о невыезде, не правда ли? Большинство, я уверен, что когда он пересекал границу, не было даже старошка информировать. То есть он пересек ее довольно быстро. — Вот это существенно. И почти наверняка по своему паспорту. — Да, секунд за сорок. Ничего с ним не происходит. Ну, просто, ну, еврейского мальчика вызвали в следственный комитет несколько раз из хорошей семьи мальчик. Это всегда неприятно, фрустрация, чего бы не уехать. — Ну да, тем более в Париже приятно, особенно летом. — Ну, в Париже всегда приятно. Поэтому я не вижу здесь никакой трагедии. Я очень уважаю профессора Гуриева как профессионала, но когда это все сравнивается с 10-летними сроками Ходорковского и Лебедева и с третьим делом ЮКОС и с хапелагом ГУЛАГ, то мы должны понимать, что это дискретирует в первую очередь Гуриева. — Ну, не Гуриева, а те, кто начинает над этим рассуждать. — Это да, но его самого тоже, потому что уже без слез не взглянешь. Ну, нельзя это делать. Надо как-то от этого отмежеваться. — Хорошо, давайте теперь вернемся к тем политикам, которые, а, обладают чувством юмора, и, б, все-таки не объекты, а субъекты на политической сцене. То есть те самые, ну, видимо, все-таки профессионалы. Наверное, в нашем балаганчике есть хотя бы немного профессионалов, иначе все было бы совсем тяжело. — Есть любители с удостоверениями профессионалов, я бы так сказал. — Ну, чтобы далеко не ходить, мы уже обсудили фигуру Суркова. И, кстати, именно на фоне создания, так сказать, не юмора, может быть, но остроумия, здесь как бы не главный по этому фронту, на мой непросвещенный взгляд, это, извините, глава государства, Владимир Владимирович Путин. — Безусловно. — Чей фирменный стиль включает весьма жесткое остроумие, если угодно, даже троллинг, я бы сказал. Вот согласны ли вы с такой формулёжкой, и кто ещё из политиков, скажем так, первого-второго ряда, ветерана Жириновского мы тогда в расчёт не берём, вот, может быть, назван, и просто с политиками, грубо говоря, лучше знаком. Кто из них обладает остроумничеством, юмором, самоиронией и прочими качествами, которые мы сейчас обсуждаем? А не умением делать бардак, что очень смешно, но тогда человек выступает объектом, а не субъектом. — Ну, в оппозиции это Алексей Анатольевич Навальный, безусловно, это то, чего я боялся. Смотрите, дело в том, что... Хотя нет, стоп, я хотел обсудить ещё один момент. Смотрите, лет 10-15 в той же нашей Госдуме, замечательно, была масса весёлых, в той или иной степени остроумных фриков. Сейчас такое ощущение у меня складывается, думаю, что не только у меня, что за всех отдувается Владимир Вольфович. Я не преувеличиваю, или же в Думе лучше бы вообще было поменьше фриков, побольше профессионалов? Вот, как вы считаете, что лучше для Думы? Дума должна быть, извиняюсь за жение, театром с подмостками или цирком, или должно быть место, где работают профессиональные юристы? — Если бы Дума имела хоть какое-то значение для государственного механизма, то, безусловно, второе. Но поскольку Дума сама по себе есть пустышкой балаганта, то и балаган должен быть наполнен клоунами. Это вполне органично и естественно. — Но тут вот чего, дело в том, что я понимаю... — Не профессиональные юристы же выступают на цирковых подмостках, правда? С репризами. — Всяко бывает. — Но если только отставные. — Дело в том, что у нас пошло новое поколение каким-то образом. Оно разительно отличается от депутата Марычева, скажем так, разительно. Но я думаю, что вы согласитесь, что депутаты Яровая и Железняк, это если не фрики, не знаю, то это, несомненно, тоже изрядные тролли, которые очень активно троллят почтенную общественность. Почтенная общественность, извините, писает кипятком, пускает пузыри и дюжу негодует. — Конечно. Вот недавно с депутатом, с вице-спикером Госдумы Сергеем Железняком, который, кстати, написал бумагу в Следственный комитет, чтобы меня посадили, мы встречались в Домжури на какой-то, как называется, какая-то коллегия по информационным спорам, которую возглавляет Михаил Александрович Федотов. — Ага. — И Железняк подал заявление на газету «Московский комсомолец» о том, что там обидели женщин-депутатов от «Единой России» — А, это та самая история трехмесячной давности или что-то уже было? — Нет, сама колонка апрельская, то есть двух с половиной месячной давности, а история, это была 14 мая, это заседание. Я в него пришел, и там тоже выступал, свидетельствовал против Железняка. И надо сказать, что все собравшиеся, человек 20, достаточно известных людей, в массе своей выступали против Железняка. — Это тогда, когда категорически захлопали? Там была какая-то история, что он там пошел выступать перед журналистами? — Нет, нет, это на Союз журналистов Москвы его захлопали, а это вот была коллегия по информационным спорам. — Странная. — Во главе с Федотовым. И надо сказать, что я с самого начала не понимал, а чего, собственно, господин Железняк пришел туда. Причем инициатором этого заседания был он сам. Думаю, что будет человеком неглупым, он прекрасно понимал, что он проиграет. — А он же действительно неглупый. — Неглупый, абсолютно. Он просто пиарщик, рекламщик с большим стажем, он возглавлял News Outdoor Media при подконтрольной. — Нет, ну это понятно. — Рукорту Мердеку, да, конечно, конечно. — Он у меня был в передаче, жутко обаятельный человек, у него вообще говорили массу всего хорошего, но у меня возникал этот вопрос, который я ему несколько раз задавал, но будучи пиарышком он на этот ответ ушел. Зачем вам все это? — Да, самое интересное, что я смотрел в честные глаза господина Железняка и увидел, что с каждой секундой Мочилова, который на него обрушивался, Сергей становится все более радостным и радостным. И к концу мероприятия, когда его уже замочили окончательно, он просто выглядел как масленичный блин. Он просто сиял. И когда я покинул зал заседаний, в сомнениях и горестных раздумьях спустился в бар Дом Жора, чтобы за рюмочкой коньячку понять, к чему бы это, я сразу вдруг все понял. Меня как будто молнией прострелило. Дело в том, что планировалось выделение большого бюджета на отмывание «Единой России» от этой истории. — А, и чем больше критика, тем больше бюджета. — Конечно, конечно. И я понял, что к концу заседания господин Железняк уже чувствовал в своем кармане миллион долларов, выделенный на это отмывание. И так оно и произошло. Сразу же пошел вал статей о том, как мы все неправы, и он прав. И я успокоился. — Вот. Но, кстати, есть еще... — Поэтому, видите, этот троллинг высочайшей категории. — То есть именно не Яровая Железняк, как я понимаю? — Да, Яровая, мне кажется, не такая фрустрированная. Дама травмирована, все боится, она такая, так сказать, как-то рефлексирует. — На человека смотрят, и видишь, у него все хорошо. — Да, а господин Железняк, он прет как... — Как Железняк. — Абсолютно. — То есть для разгона учредительного собрания, мне кажется, если какой-нибудь Владимир Владимирович захочет его разогнать, нужно произвести Железняка в Адмирала. Потому что матроса уже недостаточно. — У нас уже есть один матрос, и мы знаем этого матроса. — Хорошо. — Вот. Слушайте, а вот еще такое явление, может быть, не очень большое, но несомненно есть. То есть это в каком-то смысле и тот Железняк, и тот же Яровая. Но вот смотрите, так называемые, как я их называю, новые путинцы. То есть, ну, грубо говоря, допустим, Эдуард Багиров и Сергей Минаев. То есть это люди достаточно яркие, это контркультура, то есть это обилие нецензурной лексики, это готовность, грубо говоря, вступать в физические столкновения. И при этом один из них, доверенное лицо Владимира Владимировича Путина, был на выборах. Второй, кажется, таковым не был, но известный телерадиоведущий. Вот как вы их себе видите? Если это вам достаточно интересно. — Это люди, которых отторг либеральный мейнстрим, и методом исключения они избрали в противоположную сторону. С таким же успехом они могли оказаться на противоположной стороне. То есть это люди, которые играют, им все равно. — Ну, то есть иники. — Я не вкладываю в это какого-то однозначно негативного смысла. — Я не говорю негативного смысла. — Но это не люди, идеологически отторминированные Владимиром Владимировичем. — А перспективы вот этой прослойки есть? Или эта прослойка, которую я сейчас придумал, и вы мне сейчас сообщите, что никакой прослойки нет? — Конечно, есть, потому что это нечто, зависшее между двумя ветвями мейнстрима. Между Владимиром Владимировичем и либералами. И на каком-то определенном этапе, когда опять все изменится, они тоже окажутся где-то еще в третьем месте. — Я понял. Спасибо. Мы уходим на перерыв и вернемся где-то через полторы минуты. С вами Сергей Ильин и программа «Искусство возможного». Мы продолжаем беседу с политологом Станиславом Белковским на Финам.ФМ. Я напомню, телефон в студии 8495-6510-996. Тему новых путинских мы обсудили. Но у меня получается, как у профессионального хранителя, некоторый перекос, наверное, в моих вопросах. Потому что я все спрашиваю, а что у этих во власти? А что у этих во власти? У нас же есть не только власть. И вот что у нас в плане юмора и чувства юмора происходит в оппозиции? То есть, грубо говоря, у нас есть две возможных версии. Первая версия в оппозиции все дико остроумны, в отличие от скучных путинцев. Вторая версия, грубо говоря, диаметрально противоположная. Вот что у нас происходит? У нас происходят всякие монстрации, смешные демонстрации, демотиваторы, остроумные шутки, типа шутку, которую сделали подчиненные товарища Ковальского в журнале «Власть». Мало не показалось никому, сколько я помню. В случае о Ковальского, да. Это уже однозначно. Потому что у меня такое ощущение, что по-настоящему остроумные люди и около оппозиции это даже не пальцы одной руки, а это именно наш сегодняшний гость, хотя тут я запутался, насколько вы сейчас оппозиционер. Вот. И, конечно же, на... Я вечный оппозиционер, как вечный житель. Очень хорошо. Вот. И, конечно же... Я оппозиционер всем, включаю оппозицию. О, это звучит как парадокс. Так. Ну, то есть, по крайней мере, ощущение такое, что именно вот, как, допустим, не безвестный вам, я думаю, Станислав Яковлев, когда постоянно всех обзывают, что карнавал, и чтобы всем было весело и хорошее настроение. И, опять-таки, вот даже проект «Господин хороший», при всем моем прекрасном отношении к Диме Быкову и хорошем отношении к Ефремову и Васильеву, у меня такое ощущение, что там скоро до плинтуса они доберутся. Ну, нельзя же писать 25 стихотворений в день. Я слушал всякие процессы... Бойко всегда писал 25 стихотворений в день, насколько мне известно. Ну, значит, надо выйти в отпуск на пару-тройку месяцев, отдохнуть, расслабиться, и, может быть, вернуться на новом уровне. То есть нельзя пытаться в свое время засунуть снаряд в одну и ту же воронку, уже не во второй, а в 122-й раз. Слушайте, но вы понимаете, в чем дело? Вот для начала вопрос будет относиться к ниве юмора, а потом и более глобально. Что ж получается, что у нас, грубо говоря, есть два символа, во всех смыслах два фронтмена, то есть с одной стороны Путин, с другой стороны Навальный, а больше нет вообще никого. И с точки зрения юмора и сатиры, и не только. Нет, с точки зрения юмора и сатиры нет. Ну, кроме ветерана труда. Да, Владимир Вольфович, да. Вообще-то, так сказать, если брать серьезные фигуры, то есть Ходорковский, есть Лимонов. А вы считаете Лимонов достаточно серьезной политической фигурой? Я считаю его трагической фигурой, а любая трагическая фигура в нынешней политической реальности уже имеет преимущество, потому что, понимаете, Балаган немножко утомляет. Он всем хорош, кроме одного. Не должно быть перебора. А перебор наступил. Но если говорить именно в контексте юмора, то, конечно, главный оппозиционный человек, который обладает не только юмором и иронией, но и самой иронией, это Навальный. Тогда еще один вопрос. А в самой-то оппозиции это понимают? Потому что я прекрасно помню. В оппозиции не понимают ничего. То есть они там все... Вот сегодня было опубликовано в Ленте Ру интервью со следователем. А, читал, читал. Да, который сказал, что после обысков в квартирах правозащитников он стал больше любить Владимира Путина. Я могу сказать что-то подобное и про себя. Перефразируя известный максимум, чем больше я узнаю животных, тем меньше люблю людей. И наоборот, чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных. Вот поскольку с оппозицией я возился много лет, только к определенному периоду я стал симпатизировать Владимиру Владимировичу только поэтому. Не потому что я как-то кардинально поменял отношения... То есть они плохие или они просто деградируют потихонечку? Мне кажется, они деградировали давно потихонечку. Просто мне не хватало глаз и ушей, чтобы это своевременно заметить. А история с болотом, это было действительно... О чем, кстати, Лимонов говорит, было феноменальное везение, которое они использовали? Конечно. Потому что на болото у людей не оппозиция. На болото люди вышли сами. И дальше уже от оппозиции зависело, куда весь этот процесс пойдет. Он пошел в никуда пока на сегодняшний день. Ну, то есть, грубо говоря, 6 мая это уже было немножко не то. Потом действительно немного подкрутили гайки, на этом все закончилось. Ну, 6 мая я рискую навлечь на себя город камней, к сожалению, недрагоценных. Но все-таки я считаю, склоняюсь к мысли, и эту мысль разделяют некоторые члены оргкомитета тех мероприятий, причем вполне статусные, известные, что 6 мая 2012 года была провокация все же не власти, а оппозиции. Неудачная. Потому что всякая провокация, мятеж не может кончиться удачей. Когда он победит, его зовут иначе. Персону мы, естественно, не обсуждаем, сколько я понимаю. Ну, этим пускай занимается Следственный комитет Российской Федерации, а нам-то зачем? Да, и другие органы, конечно. Ну, да, разумеется. Вот, назначить на Следственный комитет, так займемся, что мало никому не покажется. Слушайте, но... Вообще, я давно думал, что надо создать единый такой правоохранительный орган под названием причинно-следственный комитет, который работал бы под флагом известного, под известным слоганом, не надо путать причины и следствия, особенно не надо путать следствия. Слушайте, объясните мне все-таки, а вот меня интересует перспектива Навальности. Мы уже сейчас абстрагируемся от юмора и сатиры. То, что он начал сильно перегибать палку и деваться было некуда, это для меня лично очевидно. Если вы со мной не согласны, то поправьте меня. Вот, то, что... Ну, я, собственно, просто прекрасно помню, там был то ли первый оргкомитет, то ли уже координационный совет. Я помню, что все орут друг на друга, один Пономарев орет на третьего, Пархоменко орет на четвертого, Гевалт, Шум, Кошмар. В какой-нибудь сцене, ладно, пускай Навальный ведет. Навальный вышел, и как-то все пошло более по-человечески, я бы сказал. То есть у него еще, кажется, неплохие организационные функции, насколько я могу судить. Организационный потенциал, если угодно. Ну, скорее харизматический потенциал, потому что когда харизматический лидер выходит к любому количеству толпы, эта толпа сразу как-то становится более смертной. А харизматов у нас, как я понимаю, в оппозиции нет вообще, кроме него. Ну, кроме Лимонова, но он тоже ветеран, сформулируемый. Да, тоже как Жириновский, а не как Навальный. Но проблема Навального в другом, что он не воспользовался теми шансами, которые у него были, что у него на руках были все козырные тузы, а он как-то неожиданно... А что ему нужно было делать? Ему нужно было создавать политическую инфраструктуру. Вот все, что он делает сегодня, когда уже угроза его ареста по отделке Равлеса стала более чем осязаемой, он должен был делать год назад, и даже больше. Он должен был заявлять себя как кандидат на мэра Москвы, он должен был разрабатывать свою президентскую программу, наконец он должен был создавать партию. Слово «должен» я не использую в императивном ключе, потому что он мне ничего не должен. Следовало, скажем. Да, следовало бы, да. Опять-таки используем корень, который нам так нравится. Вот, и... А что получается? А теперь тоже все потеряно? Ну, кроме приятных перспектив оказаться в местах не столь отдаленных? Я думаю, что человеческий потенциал Алексея никуда не делся. Ну, то есть это будет второй Ходорковский, условно говоря? Вы понимаете, Ходорковский совсем другое дело. Ходорковский это очень системный игрок. Понимаю, разумеется. Который был богатейшим человеком страны. Разумеется. В этом году это все равно, что 20 миллиардов долларов всего. Да я помню, даже больше, потому что, когда они собирались объединяться последний раз с Сибнефтью, вот это Юкси, или как там бишь его, там речь шла о том, что там 19 плюс 7, там в общей сложности было под тридцатку. Нет, но это не его личное состояние, да. Ну, естественно, естественно. Да, корпоративное. Но Ходорковский это игрок совершенно другого порядка и плана. Навальный все-таки отмороженный безбашенный политик изначально, каким Ходорковский никогда не был и не будет. Я уверен, что если, дай бог, Ходорковский вскоре выйдет из тюрьмы, он не будет врагом Путина, он не будет ему другом, но он будет вести себя крайне осторожно и корректно. И банду Путина под суд. Нет, ну для него это как-то не солидно, извиняюсь. Да, то, что сказал бы Навальный, нет. Но у Навального все козыри были на руках, но, как есть известный максимум, что страх совершить ошибку гораздо страшнее любой ошибки. Вот это та ловушка, та заподня, в которую Навальный попал в прошлом году. Он так борелся совершить ошибку, что не делал вообще ничего. Понятно, кунктатор, если угодно. Да. А, кстати, Ходорковский и Навальный могут найти общий язык, если они, например, в одно время окажутся на свободе, чего исключить не могу. Ну, мне кажется, к этому нет никаких препятствий. Нет, я... На всю разность их потенциалов. Нет, ну, скажем так, насколько я понимаю, вот в настоящий момент, ну, опять-таки, если назвать вещи своими именами, Навальный это скорее циничный политик, популист американского плана, а Ходорковский в силу целого ряда причин, в общем-то, скорее политик-мыслитель, если угодно. Да, конечно, потому что у него не было другой возможности. Так, хорошо, а вы рассказываете, что не будет делать Ходорковский, когда его освободят, когда он выйдет на свободу. А что он будет делать, по-вашему мнению? Я думаю, что он попытается позиционироваться, как такой общественный деятель, к которому не подкопаешься. Ну, например, возглавит Совет некоммерческих организаций. Я условно сейчас говорю, это не конкретная идея. То есть, условно говоря, допустим, займет место хихи в Деловой России в качестве руководителя? Нет, Деловой России, конечно, нет, потому что он не будет позиционироваться как бизнесмен. Но каким-нибудь лидером некоммерческих организаций, правозащитников и сопутствующих людей он может стать. Но это не будет ярко выраженным антипутинским манифестом. Это будет попытка сосуществовать с Путиным в легальном поле. То есть крупный общественный деятель, который не занимается политикой как таковой, да? Ну, как в Беге Булгаковском, помните, что написано в графе «Политика», политикой не интересуется. Понятно. И все-таки, очень хочу понять, какие перспективы Навального. Допустим, два года условно, я не знаю. Но, во-первых, если я правильно понимаю, в этом случае он уже не может заниматься политикой, там есть какие-то ограничения. Нет, два года условно он может заниматься политикой, потому что баллотироваться на выборной должности по закону не может лицо, находящееся в местах лишения свободы по приговору суда. То есть, если условно осужден, то нет. Если условно осужден, то ты можешь баллотироваться, и условное осуждение станет колоссальной моральной победой Навального. Именно поэтому... Почему? Как почему? Потому что это значит, что... Что на самом деле он совсем не виноватый? Да. Что репрессивная машина просто обломала в него зубы. Именно поэтому я сомневаюсь, что ему дают условный срок. Я бы очень хотел, чтобы Навального отпустили вообще, но если подходить к этому не в плане моих личных симпатий к Навальному, а аналитически, то что это я в этом сомневаюсь. Я понял. Слушайте, я на самом деле уделил недостаточно времени, как мне кажется, докладу, который вы позавчера презентовали. При этом я должен знать, что доклад как бы имеет две красные линии. С одной стороны, это серьезное аналитическое исследование. Во-вторых, ну, Санислав Александрович, одеваться некуда, он прекрасный публицист. Количество иронии яда в этом докладе... Ядум не ядум. Ну, хватило бы, я думаю, не на одну кобылицу, а минимум на их табун, если угодно. Тандем и табун, давайте напишем. Нет, нет, тандем не надо. Тандем и табун, да. Тандем не надо, табун можно. Вот. Могу я вас попросить вернуться к вашему докладу? И он же все-таки был посвящен не только Суркову. Понятно, что там... Нет, потому что Суркова там была небольшая фрагмент. Может быть, яркий, но небольшой. Нет, там большая преамбула, которая посвящена предыдущему докладу, который многие за 10 лет успели позабыть, а кое-кто и не позабыл. Вот. И вот дальше, вот, может быть, вы хотели бы сейчас как-то прокомментировать тезисы, которые содержатся в докладе, если угодно. Тезисы очень простые. Во-первых, я вспоминаю дело Юкоса, и я прихожу к выводу, что Ходорковского закопали свои же. То есть люди, которые просто меня много обвиняли в том, что я посадил Ходорковского. Для меня эта версия очень лестная и почетная, потому что посадить целого Ходорковского, об этом можно внукам рассказывать. Это, конечно, не так. У меня не было никогда. Но это была очень модная версия. Да, ни ресурсов, ни возможности, чтобы это сделать. Но Ходорковского закопал, в первую очередь, сам Юкос, который неправильно вел пиар-компанию, вызвавшую крайнее раздражение Владимира Владимировича. Закопал руководителя администрации президента Волошин, тогдашний, который... Который попытался дать гарантии, выяснил, что он их никаким образом не может соблюдать, насколько... Да, но это было для самого Волошина неожиданность, но главное, что он использовал Ходорковского как чугунную гирю, направленную против кремлевских силовиков. Но кремлевские силовики пригнулись, гирю ударили со стеной, на противоходе снесла с самого Волошина, а заодно и, так сказать, сильно пострадала при ударе о стену. И в-третьих, прогрессивная общественность, которая тогда кучковалась вокруг Юкоса и кричала «Победа или смерть?», выбивая из Юкоса всевозможные бюджеты и прочие ресурсы на продолжение этой кампании. И, собственно, на что кремлевские силовики ответили «Ну, давайте смерть. Ладно. Если не победа, тогда смерть». Ну, в общем, да. То есть, надо признать, что там в пиарах было вбухано какое-то безумное количество денег. Я даже могу назвать некоторое количество вполне искренних и честных людей, которых все это, так сказать, несколько запутало и сбило с понтолыку. Вот. А вторая часть докладов, еще на сегодняшнем анализе ситуации, я считаю, что, в общем-то, олигархия победила. Никаких кремлевских силовиков, никаких силовиков как самостоятельной страты, которая проводит какую-то политику, нет. И третья часть доклада — это анализ личности Владимира Владимировича, который на сегодняшний день мы вынуждены констатировать, что как бы ни называли его кровавым тираном... Я не называю кровавым тираном, даже наоборот. Нет. Своими тираническими возможностями он воспользовался процентов на 5-7 в пределах электорального барьера. То есть это один из самых демократичных и либеральных правителей России, с поправкой на то, что некоторые вещи ему надоели. В частности, ему надоело, что люди, которые сидят во многочисленных советах при президенте, возглавляют совет директоров государственных компаний, обласканы этой власти чуть более, чем полностью, если стоят под золотым дождем бюджетных денег, каждый день мочат Владимира Владимировича лично и непосредственно. Во многом это гуриев шоу, мне кажется, связано с этим. Да, я так думаю, что... А как вы думаете, вот в этой ситуации чего ждать, грубо говоря? Будет ли, вот в результате того, что всем все надоело, будет ли балаган или будет... Будет весело или будет страшно? Вот два варианта развития событий. Ну, будет весело и страшно этот слоган неубийный. Да, да, да. Но я думаю, что с каждым днем будет все веселее, все менее страшно. Власть определила свою позицию, что вы протестуете как угодно в любом количестве. Но... Только не садитесь на асфальт и не хватайтесь за булыжники. Ну, в общем, логично. Мои знакомые коммунисты сейчас поехали в Грецию, объяснили, что... Ну, говорят, в Москве, в Москве драться с ментами уже неинтересно, посадят. А в Греции можно. Мы поехали в Грецию. Вот. И то, это ведь параметры этого процесса граничны. То есть, ну, допустим, на Болотной площади нельзя садиться на асфальт, а на Болотной площади города Усть-Рыпинска скоро будет можно. Так. Да, потому что система идет в разнос, недовольствие нарастает. Мы видим, что, условно говоря, там, если спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает против предварительного заключения, то есть идет напрямую против позиции Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, то она, более-менее, будучи женщиной опытной во всех смыслах, представляет, что делает. Ну, если вы забыли, Валентина Ивановна еще имела неосторожность с ней выступить против закона Димы Якулева. Правда, хватило где-то, по-моему, часа на полтора, но тем не менее. Ну, потому что она сходила к Владимиру Владимировичу, он попросил ее так не делать. Отнюдь не делать, я бы сказал. Да. Но мы видим, что доверие к системе как некую монолиту падает, сам этот монолит расползается не поднявая по часам на наших глазах. Поэтому случится может все, что угодно. В этом смысле крушение оппозиции, как моральное, так организационное, а моральное потому, что все-таки, я думаю, скоро мы вынуждены будем признать, что провокация, что мы организованы оппозицией, да и много еще чего. Да, и вот эти бутафорские отъезды в эмиграцию у оппозиционеров, но это же полный балаган, потому что, собственно, какая может в нашем современном мире эмиграция? Эмиграция это явление эпохи модерна, когда ты уезжал из одной страны и не мог в нее вернуться никогда, как на тот цвет уезжал. А сейчас, когда ты в любой момент покупаешь билеты, возвращаешься, Катя заблагорассудится, какая же это эмиграция? Не, ну теоретически могут лишить гражданства, но что-то я таких случаев вообще не припомнил. это невозможно. Ага. По конституции РФ это невозможно. Тебя могут посадить в Российской Федерации, но не лишить гражданства. Это неотъемлемый твой атрибут. Понимаю, понимаю, понимаю. Да, ну и вообще как-то деморализующе, да, собственно, ты призываешь идти людей на борьбу, а сам даже никогда тебе предъявили обвинение, как всего лишь оказался драпаешь и выдаешься за выдающийся моральный подвиг. Да, история с Каспаром, если я правильно понимаю, гораздо смешнее, чем с Гурием, потому что Каспар вообще по-моему никуда не вызывали. Никуда, абсолютно. Кроме пяти суток административного ареста в одиночной камере. И в апреле он еще сказал, что никуда ехать не собирается, что характерно. А это все всегда ехать не собираются, но здесь, как раз, с Каспаром можно понять. Уехать спокойно, может, только если все думают, что ты не уедешь. Но просто не нужно делать все-таки моральный подвиг то они достали всех своим морализаторством. Вот эти вот люди с некоторых... Ну, это все изрядно порядочная рукопожатность. Она досталась со страшной силой, потому что она, как правило, исходит от людей, которые сами по себе морально себя ничем не ограничивают. То есть вообще ничем не ограничивают, но зато кричат громче всех. Да, конечно, конечно. Вот. Поэтому это крушение оппозиции, оно очень хорошо, потому что освобождается поле, как мы знаем из курса физики. Вакуум, океан, возможности, иначе появятся новые фигуры. Этот солярис, который называется Болотная площадь, он породит эти новые фигуры. Я в этом абсолютно убежден. Ну, что, возвращаясь к началу нашего разговора, это что, будет как раз Ирина Дмитриевна Прохорова? Ну, скажем так, Ирина Дмитриевна Прохорова это уже хорошо. Я не хочу сказать, что она фигура абсолютно соответствующая Болотной площади. Нет. Она гораздо более системная и мейнстримная фигура. Да, разумеется. Но сам шаг уже в сторону, что перебирается не одна и та же засаленная колода, ведь это абсолютно... Что во власти, что в оппозиции происходит одно и то же. То есть не будем называть фамилии, но просто колоду неплохо было бы уже отложить. Вот во власти. Нельзя никого поменять, ни на кого только можно заниматься бесконечными перестановками там из Центробанка в правительство, из правительства в администрации, из администрации в Центробанк. Потому что никак нельзя привлечь новых людей, иначе настанет конец всему. Точно так же происходит и в оппозиции. Никому даже в голову не приходит, что могут быть новые оппозиционеры. И появление Ирины Проховой к кандидатам в мэры в этом смысле это уже прорыв в позитивном направлении. А как вы думаете, смогут эти новые люди самозародиться? Конечно. Как мышь из грязного белья. Это Солярис, он порождает абсолютно. А вы можете дать какой-то условный портрет вот этого нового человека, который звучит гордо? Человек, который звучит гордо, это человек, который относится ко всему с иронией, с самоиронией с одной стороны. Этим у нас и хипстеры занимались. Нет, но относится серьезно к предмету своей деятельности, который ставит перед собой задачу, которую он реально собирается решать. Они собираются обмануть всех, кого он зовет за собой. Это запрос на новую искренность и новую серьезность. Он должен быть искренен по отношению к своей пастре и он должен быть серьезен по отношению к предмету. Но серьезен не со свинцовым выражением лица изрядно порядочного рукопожатного, а с достаточно легкой по улыбке человека, который готов рискнуть ради того дела, которое он считает важным и не делает из-за трагедии. А вы сейчас таких на горизонте видите? Я уже не знаю. Демвыбор какой-нибудь решен. Нет, секунду, я этого не вижу, но это и не важно. Ну и Навального никто не знал пять лет назад, а сегодня его знают все. Такие фигуры появятся. Вспомни оппозиционера, он и появится. Помяни оппозиционера, он и придет. И на этой довольно оптимистичной ноте, я думаю, мы закончим сегодняшнюю программу. Я напомню, что это было «Искусство возможно». А у нас в гостях был политолог Станислав Белковский. Всего вам доброго и до встречи через месяц. Спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok